Дорогая Церковь, дорогие друзья, в нашей теме моя под тема благословения, благодарности. Наверное, мы в жизни нашей встречали людей, которые неблагодарны. Всегда им всё не так. Солнце это палит. Дождь этот надоел, всё мокро, грязно, с дому не выйти. Опять на работу уйти. Если бы шесть дней отдыхать и один день работать. Опять гости едут и опять с ночёвкой. Как американцы говорят, never good enough. А мы говорим, всё не слава Богу ему. Бывают такие люди. Вы замечали, с такими людьми трудно общаться, с такими людьми не хочется общаться. Такие люди сами от себя отталкивают. И жизнь проходит в таком вот унынии и ропоте. И старость, неприятное одиночество. Но у нас сегодня тема другая. У нас благодарение. Вы замечали в жизни вашей, когда вокруг вас есть люди благодарные? Когда солнышко прекрасно светит и обогревает, и меня, и землю. Когда дождик благодатный прошёл и землю напитал. Это залог урожая будущего. На работу иду. Бог даёт силы. Слава Богу за это. Рядом с такими друзьями много друзей. С такими приятно общаться. Эти люди всегда в центре, и они богаты друзьями. Таких людей называют, у него всё, слава Богу. Мне рассказывали историю об одном брате, который всегда, у него всё было благодатно, и всегда он говорил, слава Богу. Братья собрались на братское общение, и был ненастный день. Как мы говорим, який уэдер. Дождь со снегом, ветер, темно, грязь. Братья собрались, и один другому говорит, сейчас посмотрим, что брат скажет. Заходит брат, весь промокший, холодный, кепку снял, отряхнул, говорит, слава Богу, что нечасто такая погода. Как важно вот во всём находить доброе, за что поблагодарить Бога. Это искусство. А искусство всегда учатся, принимают урок и в жизни исполняют. Это искусство, и оно не даётся нам по наследству, оно приобретается в жизни. Это дорого. Знаете, я помню, ещё в молодые годы мы ходили, когда утреннее собрание заканчивалось, а потом перед вечерним было расстояние. Мы ходили на посещение больных. Наверное, старшее поколение прекрасно помнит. И среди записок была записка «Тётю Олю посетить». Она была парализованная. Валентина помнит её. И все хотели к ней пойти. Она не могла в доме молитвы быть. Но к ней приятно было приходить, потому что она всегда радостная. Она и расскажет, и споёт. И не то, что ты ей принёс, а то, что ты получил от неё. Такие люди во все времена были. Я помню, наша дочка, когда с молодёжью пошли посетить, наш Михаил Харитонович, мараховец, когда болел дедушка. Она пришла, говорит, такой интересный дедушка. Мы ему не столько рассказали, он нам рассказал о своей жизни, и спел нам, и пожелания дал на дорогу. Такие люди, они как светлячки в обществе. А наши Илья Нифонович, а наши Василий Николаевич Мороз, Анина Алексеевна Жданова, которая рука поломана, она лежит, и гипса нету. Она говорит, ну знаешь, если не поднимать её, то не болит. В смысле, и у неё и снохи хорошие, и зитя хорошие, и дети самые лучшие достались. Такой человек, интересно, она говорит, как-то одна сестра позвонила, я слышал у вас там вот такие переживания. Она говорит, дорогая сестричка, а у тебя своих проблем мало, ты ещё хочешь мои взять на себя. Зачем тебе это? Радоваться тому, что есть, мы имеем. Наш брат, Виталий Вячеславович, который в вечности, на огородах работая, он говорит, бывает, зайчик прибежит, и морковочку скосит. Грандхок зайдёт и наведёт порядки. Он говорит, ничего, ничего, делиться надо. Мы же на их землю пришли и посадили, а они хозяева здесь. Вот такое состояние души, оно благодатно для нас. Мы таких людей ценим, мы такими дорожим. Как бы мне подражать, и вот иметь такую способность, иметь такое искусство, научиться такому. Если мы с вами ценим, а как Бог смотрит на это? А давайте прочитаем. Второзаконие, 8 глава, с 10 стиха, я немного выборочно буду, это Бог говорит, «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». 12 стих. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра, и золота, и всего, у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из рабства». 17 стих. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Вы заметили, что во всех Божьих повелениях народу там сокрыто благо для нас в первую очередь. Не Бог нуждается от нас благодарности, а в этом сокрыто благословение для нас. И у человека, в адамовской природе, есть такая склонность сказать, «Это моя сила, моя рука». Знаете, когда я читал, есть древнее излечение, неблагодарный человек, есть две причины, это скудоумие и гордость. Молодежи, наверное, трудно понять слово скудоумие. Это скудость, это бедность, бедность ума и гордость. Бедность ума, скудоумие, это когда человек говорит, «Мои руки, я заработал, мое». И Бог, предостерегаясь, здесь говорит, смотри, не забудь, оттуда пришло тебе и крепость твоя, и сила твоя, и богатство твое, и он может в один миг забрать. А гордость, этот человек гордый, он всегда считает, что он получил меньше, чем он достоин. Сохранил бы Бог нас от этого, и у детей Божьих такого не бывает. Или у детей Божьих такого не должно быть. У них должно быть всегда место благодарности. «Благодарность есть добродетель возвышенной души. Нет на свете излишества прекраснее, чем излишества благодарить». Благодарить друг друга, но важно благодарить Бога. Иоанн Златоус сказал такое изречение, «Ничто так не угодно Богу, как благодарность. Когда человек ограничивает свою благодарность Богу, тогда и Бог ограничивает свои благословения». Но не всегда в нашей жизни светит ярко солнышко, не всегда в нашей жизни идет благословение, как дождь изливается, а бывает и бури, и болезни, и утраты, и переживания. есть люди, способные благодарить и за страдания. Благодарим Тебя, Боже, что Ты посылаешь не одни только солнечные дни, иначе бы мы превратили себя в сухую пустыню, но Ты посылаешь нам также и тучи и дождь, чтобы мы могли приносить плод жизни своей. Мы живем на этой земле, а здесь есть и князь мира, который Богу противится и который, заметьте, ненавидит, когда люди благодарят Творца. Его тактика, он посылает уныние, разочарование, ропот, помните народ израильский. И вот тактики, когда приходит уныние, дорогие братья и сестры, было у Вас в жизни такое? А что делать тогда? А Вы испытали, когда мы начинаем благодарить Бога, словословить Его, прославлять Его, за дары Его, за дар Иисуса Христа Господа нашего, за дар прощения, за дар усыновления, за дар жизни вечной, за все благ, которые имеем, перечислять обетование Его. И вот чудо, уныние уходит и приходит мир, благость, радость во Святом Духе. И это не чудо, а это Божий дар. И он сокрыт в благодарности, когда мы взор от себя, от своих переживаний направляем к Богу и благодарим Его. Тогда приходит, вы испытали это в жизни своей? Это прекрасное оружие, которое нам дано. Благодарить Бога, славить Его и через это получать благословение. Не количество имущества недвижимого и движимого нас обогащает, а вот этот мир, радость, благость во Святом Духе, который наполняет сердце, это богатство вечное, это истинное богатство, которое мы имеем. Вот это истинное Божие благословение. Бог посылает Свои благословения благодарным. Не забудем это. Сегодня у нас день, когда мы можем смотреть на все блага и благодарить Его. Когда оглянулся на прожитые дни и поблагодарить Бога. Пусть в жизни Твоей и моей мы будем иметь вот эту способность видеть и благодарить Бога. И в этом сокрыты благословения для нас. А единому премудрому, вечно живущему, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может, и Господу нашему Иисусу Христу слава, честь, благодарение и поклонение во все роды от века до века в церкви на земле и в вечности. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова